Всем привет! Сегодня у нас понедельник и мои покупки на барахолке. Сейчас я вам все покажу, расскажу. И для тех, кто еще не в курсе, то во многих городах и столицах также по понедельникам работают барахолки. Поэтому будьте внимательны и не профукаете свое счастье. Когда многие идут на работу, то вы обязательно хотя бы на 10 минут загляните на ближайшую барахолку. Итак, поехали к обзору первых моих покупок. Это такой ромбик на винте, на гайке ВИСМ. У вас возникает вопрос, как же расшифровывается? Все очень просто. Всесоюзный институт стандартизации метрологии. Он сам по себе недорогой, но купил его за 20 гривен. Его цена в интернете где-то 100-150 гривен. Как повезет продать. И второй ромбик. Более дешевый и доступный. Его купил за 5 гривен. Это я все купил у одного человека. В общей сложности потратил на них 1 доллар. Затем такие часики полет. У них 20 микрон позолоты. Эти часы купил за 150 гривен. Если их даже только сдать как на позолоту, то ценник будет уже 330 гривен. Но я их буду выставлять естественно как часы. 400-500 гривен. Изначально я на свои лоты завышаю цену, когда выставляю в интернет. Потому что очень часто бывает то, что людям нужно срочно на подарок и так далее. Ну и готовы платить завышенную цену. Такие часы полет. 20 микрон позолоты на них. Покупка очень удачная. И первый раз попалась такая игрушка. Называется полярник. Детская игрушка. Такая пищалочка. Полярник СССР. Такая вот она интересная. Купил ее за 20 гривен. Очень даже недорого. Но цена уже в интернете на нее 400-500 гривен. В таком диапазоне составляет. Можно так сказать уже на игрушке. Я заработал 400 гривен. Я считаю очень-очень круто. На часах ориентировочно 300-400 гривен. И на ромбиках уже как минимум 100 гривен. Вот и думайте, а стоит ли вам заниматься антиквариатом. Затем такая лопаточка. Почему я ее купил? Да все очень просто. Из-за этих эмалей. И цена на нее была 10 гривен. Думал брать, не брать. Но 10 гривен это сейчас не о чем. В общем вы все поняли. Поэтому решил взять. Буду выставлять в интернет. Где-то за 100 гривен. Такая лопаточка. И шкатулка. Шкатулка и лопатку я купил все у одного человека. Она конечно не очень в состоянии. Вы сами все видите. На крышке вот это все присутствует. Такие рыбки. Но решил купить. 10 гривен тоже не о чем. Сюда можно положить какие-то часы. Какие-то монетки. По серебру. Кольца, персни. В общем разную мелочевочку. Я думаю если ее даже выставить за 100 гривен. Так же она быстренько улетит. Уплывет точнее. К новому хозяину. Рыбки. Хотя я шкатулки больше покупаю. Палех, Фидоскин, Мстер. Из этой области. Они меня конечно больше всего интересуют. В общем вот такие мои покупки. Мой доход я думаю вы уже подсчитали. Я уже сказал выше. Так же я готов покупать и часы. И такие резиновые игрушки. С Советского Союза. Ромбики. Так же есть у меня обучение по часам. Уже кстати очень многие ребята прошли довольные. Отбили деньги и зарабатывают. На обучении я все полностью от А до Я. Все подсказываю, рассказываю. Поэтому вы получаете 100% рабочие часовые алгоритмы. Как вам нужно работать. Самое главное это нужно не лениться. И начинать хотя бы уже совершать первые ваши. Ваши самые первые покупки. И тогда уже будет все уже выстраиваться. Ваша часовая история. Ну и так же есть на моем канале. Еще множество других направлений. С помощью которых можно обучиться. И точно так же как и я понимать. И начинать уже зарабатывать. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Задавайте вопросы в комментариях. До новых встреч.